итак ребят мы уже рассказали какие существуют надежные фирмы роликов и почему стоит выбирать именно их но время идет и от фирмы мало что зависит и даже китайские ролики могут удивить хотя я все равно рекомендую склоняться к выбору в надежных фирм я хочу рассмотреть тонкости на который стоит обращать внимание есть три момента по которым отсеиваются ролики первое и самое важное ролики должны хорошо фиксировать ногу и при этом не деформироваться если нога заваливается в сторону и это нельзя исправить шнуровка и другими держащими элементами то значит ролики не для вас исключением является только агрессивные ролики но об этом позже в любом случае крайне желательно хорошая фиксация стопы так как поддержка верхней части дело практики у спицкейтеров ее вообще нет но для новичков лучше чтобы нога сверху все-таки не ходила в стороны иначе катание будет нестабильным и вы вряд ли чему-то научитесь второй фактор это штатный тормоз эту штуку нужно сразу же снимать она бесполезна и опасна поэтому лучше бы ее сразу представители не устанавливали если вы хотите научиться кататься спиной вперед то я настоятельно рекомендую вам его снять ну а если вы любите кататься со спуска то лучше его оставить он вам пригодится третий важный момент ролики нужно подбирать притык потому что ролики имеют свойство разнашиваться у каждых фирм по-разному но примерно в ролике растягиваться на пол размера или на размер так что ролики лучше мерить в тонких носках при этом профессиональные ролики скорее всего будет очень трудно надевать ну по крайней мере первые два раза но перед тем как мерить ролики необходимо определиться какие ролики подойдут именно вам существует несколько сегментов на которые можно разделить все роликовые коньки фитнес средний при скейт слалом профессиональные и агрессив если вы начинающий роллер и вам нравится обычное катание без трюков типа словам слайды и прыжки то смело покупайте ролики для фитнеса то есть с мягким ботинком их плюсы наличие хорошей вентиляции да и в целом катание очень комфортно однако нужно быть внимательным штука в том что обычно они идут или с большим диаметром колес или со стандартным но с большим расстоянием между колесами это делает ролики менее маневренными да и прыгать на таких труднее если диаметр колес больше чем 80 миллиметров то ногу сильнее будет заваливать в сторону то есть чем больше колеса тем больше нужно прилагать усилий чтобы контролировать ролики хотя с большими колесами вы будете лучше проезжать неровности и меньше терять скорость на начальных этапах от скорости я бы не рекомендовал думать даже если это ваша конечная цель идти к ней необходимо постепенно фиксация таких роликов на ноги обычно производится с помощью шнурков липучек и бакли с автоматической шнуровкой будьте крайне внимательны не везде она надежная среди фитнес-моделей есть куча качественных роликов но в основном из списка наших проверенных фирм переходим к следующей категории роллеров к ней я бы рекомендовал стремиться всем новичкам так как фитнес со временем надоедает это люди которым хочется не просто кататься но и будущем изучать какие-то несложные трюки при выборе главное обращать внимание на раму и колеса колеса должны быть 80 миллиметров это стандарт рама при этом 243 миллиметра визуально это можно определить по расстоянию между колесами они будут в притирку это даст возможность сделать ролики более маневренными поставив рокеринг хотя и без него поворачивать они будут значительно лучше ботинок может быть как мягкий так и жесткий хорошо если будет возможность заменить раму кстати лучше брать алюминий но если ролики для ребенка или у вас вес менее 70 килограмм можно и композит на таких роликах вы сможете заложить себе уверенную базу и достаточно хорошо научиться кататься обычно такие ролики делают малоизвестные фирмы или известные но не набравших хорошую репутацию в целом они визуально должны быть очень похожи на следующую категорию фрискейт несмотря на все хорошие стороны я бы рекомендовал быть с ними аккуратнее запас прочности на них может оказаться не таким уж большим и заменить что-то будет скорее всего невозможно фиксация ноги все те же шнурки бакля и липучки или две липучки следующая категория фрискейт это именно то что крайне желательно покупать всем тут и запас прочности хороший и запчасти меняются как правило это ролики известных фирм тут снова же должны стоять стандартные колеса диаметром 80 миллиметров расстояние между ними практически отсутствует рама обязательно из алюминия и съемная ботинок жесткий они сделаны таким образом чтобы избежать поломок при падении и больших нагрузках то есть для новичков и экстремалов сам это самые популярные модели это cbfr filo nrk powerslide imperial rollerblade twister и к2 какой-то из к2 потому что их час много новых а старых уже нет так что какой-то из к2 фиксирующие элементы все те же только более качественная и защищенная да и фиксация у них значительно лучше обязателен в таких роликах является наличие антишока виброгаситель в районе пятки что можно делать на таких роликах практически все что угодно обычно это базовые трюки слалома прыжки и слайды среднего уровня я бы рекомендовал сейчас же забить в поиске ютуба название моделей и посмотреть результаты уверен вы сразу почувствуете разницу между ними и другими роликами на самом деле это еще не предел следующая категория славанные ролики сюда входит категория фрискейт и лакшери сегмент о нем расскажу позже в целом они отличаются дополнительной фиксацией на носочки а именно липучкой еще чуть больше ходят в верхней части чтобы делать всякие извращенческие трюки на растяжку например уровень контроля ноги на таких роликах восхитителен но не думайте что в них будет комфортно как правило хороший слалом требует жертв ролики будут жесткими и прыгать больновато хотя если хорошо прыгаете вам это не помешает примером данной категории являются seba high профессиональные ролики о таких роликах можно сказать многое как правило они сделаны для слалома и слайдов у них серьезнейшая фиксация стопы которая дает высочайший уровень контроля многие ругали нас за то что мы сделали критикующие обзоры на такие модели но сделано это для того чтобы новички не покупали их а если покупали знали почему возникают проблемы это ролики не для комфортного катания они для тренировок сложнейших элементов мало кто сможет открыть потенциал данной продукции но если вы достаточно хорошо катаетесь и планируете развиваться это определенно лучший выбор на данный момент это ролики powerslide хардкор его seba csg и seba игорь естественно сделаны они все из карбона отдельная категория агрессив в них нога в верхней части может ходить но стопа при этом должна фиксироваться хорошо почему на них не обязательно сильная фиксация сверху на них стоят маленькие колеса с плоским профилем и при катании боковые нагрузки не сильно ощущаются а также из-за специфика катания при скольжении на трубах и гранях необходимо заваливать ногу в них амортизация значительно сильнее чем на других это позволяет совершать прыжки с больших высот они являются чрезвычайно прочными но не практичны для поездок по городу если вы решили выбрать именно это направление вам стоит поискать больше информации о различиях там выбор сложнее чем в обычных роликах и так какие ролики выбрать естественно однозначного ответа нет необходимо оценить чем вы бы хотели заниматься идти на примерку почему необходимо мерить ноги бывают разные высокий подъем широкая стопа каждый индивидуален и каждая модель и роликов имеет свои особенности учитывая курс доллара необходимо помнить что ролики можно брать был особенно это касается роликов seba со сменным валенком если внутренний ботинок будет для вас подозрительным можно будет заменить его и вы получите практически новые ролики за приемлемую цену для киевлян доступна услуга замены старых роликов на новые подробнее в этой ссылке кстати если взять внутренний ботинок seba balance катание станет еще более комфортно если вы решили брать непроверенные фирмы тщательно проверьте качество материалов и фиксирующие элементы лучше если шнуровка в них будет до самого верха некачественный товар обычно выглядит слишком пластиковым вы наверное заметили что я ни слова не сказал про подшипники и колеса в целом лучше не париться колеса на всех роликах идут паршивых за исключением некоторых фирм так что будьте готовы покупать комплект нормальных после того как скатали стандартные обычно их хватает месяца на три у кого-то значительно больше подшипники тоже не особо принципиально это те вещи которые всегда может заменить как говорится расходный материал обычно хватает около года а у некоторых больше значительно больше при покупке не стоит забывать что это не единственные расходы узнайте какие траты вас ждут при покупке роликовых коньков